Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, продолжаем прохождение Курсетри Кингс 2. Я тут обнаружил, что оказывается у нас есть невыплаченный долг, который нам, пожалуй, стоит выплатить. У нас есть деньги, и я думаю, что нам стоит это сделать. Еще у нас есть несколько известных заговоров, и я думаю, что мы не будем их останавливать. Они нам, конкретно нам, никакого вреда причинить не должны, поэтому мы просто спустимся на тормозах. Фракции в результате наших нескольких поражений, конечно, немного набрали в силе, но ни одна из них не достигла хотя бы близкого к критическому уровню. Тем временем помер Аквитанский король, который объявлял войну. Давайте посмотрим, продолжается ли война. Продолжается, и его наследник тоже еретик. А это обозначает, что мы можем отнять у него еще одно целое герцогство, не дожидаясь конца... Не дожидаясь конца... Пудум-пум. Как бешево? Конца перемирия. Но мы сделаем это чуточку попозже, потому что мальчик этот никуда не денется. Ему хоть и два года, наследник его все равно будет еретиком. И его наследник тоже будет еретиком. Короче говоря, в Аквитании прочно укоренилилась Фарчелли. Поэтому, что бы там ни произошло в ближайшие несколько лет, я думаю, мы всегда сможем отвоевать у них пару герцогств. Так, ну как обстоят дела у Баварского от короля там? Выигрывает он свою войну против мятежников, ну и хорошо. Ну то есть, ничего хорошего, конечно, мне было бы выгоднее, если бы мятежники победили, но тем не менее. Получаем солидный доход в 10 дукатов... Дукатов? Чем они тут расплачиваются? Золотишко, короче говоря. Так, отлично. Он таки улучшил отношения с самим собой, и теперь они, по крайней мере, не отрицательны. Ну пусть продолжает, пусть занимается делом. Тем временем, король Лотаринги, наш родственник, тоже что-то объявил. Его французский король позвал в войну, а они что, союзники, получается? Нет. Не совсем понимаю, потому что они все католики, что ли, поэтому присоединяются, а я в состоянии войны, поэтому не присоединяюсь. Ну так это же отлично, это значит, что у меня не будет перемирия. Удачно, удачно все сложилось. Так, тем временем, почти двухтысячная армия немцев пытается освободить столицу, а французские армии нигде я не вижу. Правда, я не вижу и аквитанские армии нигде, поэтому предполагаю, что они тусуются где-то вот здесь в тени, но может и нет. Так. Хочет грохнуть свою собственную супругу. Ох уж эта парочка, про них можно отдельный сериал снимать. Вы помните, как давно эта история у них началась, они постоянно там плетут какую-то ерунду. Мы можем заставить его закончить заговор, но он не захочет. Можем бросить его в темницу, он наш прямой вассал, он наш прямой вассал, я не хочу с ним связываться. Он живет в Корнволе, поэтому... Поэтому я не хочу с ним связываться. Ну вот мы сейчас возьмем шартер, наконец-то. Можно даже, наверное, врубить четвертую скорость. Так, мы обучаем. Че, мы его обучаем? Ну да ладно, обучаем и обучаем. Почти не покидает кухню, говорят. Маленькие обжора. Ну, в принципе, у нас нет ничего. С одной стороны, будучи удовлетворенным, мы должны рассказать ему о том, что он должен... Да, вот, мы поговорим с ним об умеренности. На подходе пятитысячная французская армия. Но они не хотят с нами связываться. Вот и молодцы, проваливайте отсюда. Так, посмотрим, чем здесь дело кончится. Французы... Почему мы стали нейтральными? Потому что умер французский король. Он, кажется, погиб в битве, судя по тому, как резко переломился ход сражения. Ай да... Вот дела, вот дела. Давайте проверим, правда ли... Правда ли это? Точно, погиб в битве против короля Оттана Аквитанского. Вот дела. Ну, это же замечательно. Тем временем, столица была освобождена. А в Баварии воцарился мир и покой. Погодите, погодите. Герцогс Тобоварска. У меня включен фильтр карты по герцогсам. Нет. Почему тогда это отдельные земли? А это тоже отдельные земли, я не понимаю. Как-то странно очень границ. Ааа, вот этот кусок отдельный, потому что Нидербайерн это отдельное государство. А вот оно что. Так, ну, наш родственник из Латаринги решил, что это непорядок. И... О, Папа Римский присоединился. Похоже, что все присоединились. К войне против Аквитании. Но это радует. Это означает, что у них у всех будут перемирия. Во Франции вспыхнул мятеж. Фризия хочет независимости. Отлично, отлично. Тем временем умерла... Умерла герцогиня австрийская. Молодая девушка. Она была в тяжелой депрессии, видимо, из-за того, что у нее... Она нашла себя с такого старого, дряхлого супруга. И теперь править будет наш сводный брат. Наш сводный брат. В общем, вястье Деррен продолжает распространяться, что он не может не радовать. Ведь именно это и было изначальной целью кампании. Тем временем Уэссекс зовет нас в войну. Священная война за Кент. А что у нас в Кенте? Катары. Ой, да. А у Кента есть какие-нибудь... Я думаю, что у Кента нет никаких союзников. Шотландский король, но... А, так он объявил войну целому шотландскому королю сразу. А что, у шотландского короля нет армии? У шотландского короля нет армии. А у тебя сколько войск? Ну, у тебя чуть побольше войска. Я думаю, что мы согласимся на это безобразие и поднимем всю армию, которую можем. 169 знатных бойцов, которые пойдут из Корнууала на Кент. Вместе с нашим союзником из Уэссекса. В конечном итоге династию нужно расширять. Почему бы и нет? Отлично. Нам удалось полностью взять шартер. Я думаю, что это почти победа. Осталось только сокрушить вот эту маленькую армию и вернуться... Господи, кто так строит маршрут? Идиотина. Вы видели, как он построил маршрут? Это же жесть. Вот так пойдем. Кто же пойдет прямо через мятежи? К сожалению, на нашей территории совершают набеги викинги. Но мне сейчас как-то не по пути немножко во Фризию. Поэтому мы туда не пойдем. Внезапно французский король оказывается нашим союзником. Почему-то. По крайней мере, подсвечивается... Подсвечиваются их войска как союзные. По непонятной совершенно причине. Чем кончилась война? Навара выиграла войну. Подождите, подождите, подождите. Я ожидал, что Навара тут запрыгнет. Как-то, или по крайней мере попытается. Слушай, малыш, а мы тебя можем свергнуть? Можем. Мы можем тебя свергнуть. Потому что наша супруга... Принцесса Наварская. Хм. Такое... Такое искушение. А у тебя есть друзья? Неа. Вообще нету. Сколько у тебя войнов, малыш? Пять тысяч. Столько искушения. Столько искушения. Наша супруга беременна. У него, кстати, есть другие дети. Похоже, что у нее есть любовник. Ну, точно. Кастильский король. Интересно, а наш ли это будет ребенок? Сводная сестра, кто ее будет обучать? Ну, нам особо с ней делать-то нечего. Да, вот этот парень годится. Я считаю, надо его грохнуть. Отлично. А кто твой наследник? Какой-то левый мужик. Ну и ладно. Раз уж я узнал, что он, оказывается, спит с моей супругой. Ха. Ха. Старикан. Ты ошибся. Так. Нам что предлагают? Отравить его. Вот, отличная идея. Тем временем у нас появился клейм. Конечно, мы будем его использовать. Естественно. А тем временем нам уже 47. А у нас столько еще упущенных возможностей. И в итоге мы решаем сбросить его с балкона. Ну хорошо, с балкона, так с балкона. Он не выпил вина, но и не узнал о том, что вино было отравлено. Ну попробуем еще раз. Ему еще сейчас предстоит на балконе гулять. Гравитация иногда бывает такой загадкой. Умер. Вот и все. Супруга наша ничего не знает. Ну и любовника своего она лишилась. Сдаешься? Спасибо. Отлично. Теперь... Пока у него еще не набралось много союзников. Как-то у нас не отказались были. Вы что, издеваетесь? У моей супруги есть. Так, ну-ка дайте еще раз все проверим. А, я вспомнил. В наваре у них только мужчины наслед... Ну точно. Только мужчины наследуют. Ну, это сужает количество опций. Пока эта большая армия отсюда не пропадет, нападать невыгодно. Поэтому мы поступим так, как и должны были поступить с самого начала. Мы отберем вот эту маленькую армию. Распустим их. Не будем даже терять времени. И объявим войну за целое герцогство. Давайте подумаем, какое герцогство нам будет интереснее всего. Остатки Прованса, я думаю, что мы всегда успеем взять. Целое герцогство Пуатье. Пожалуй, что. Дофина неинтересно. Бурбон. Или как-то Бурбоне. Она слишком маленькая. Барселона. У нас вообще не интересует. Аверн. Неинтересно. Аквитания. Можно объявить ему за его столичное, скажем, герцогство. Какие у тебя лично земли есть? Он держит Бордо. Нет, я думаю, что самым верным вариантом будет напасть на Пуатье. Потому что это самая крупная герцогство из всех, что у него осталось. Ну, тут, естественно, мы позовем Галисию. Кого еще мы можем позвать? Булгарию. Хотя недалеко, но мы все равно их позовем. Уэссекс мы не будем звать, потому что он реально занят. Базилевс мы тоже звать не будем, потому что, мне кажется, тоже занят. Хотя нет, он не занят. Вот, ну да, давайте позовем еще Базилевса. И отправим нашу армию прямиком туда. Вот, все присоединяются к нашей войне. Эгегей, успех. Ну и так далее и тому подобное. Нас тут же вспыхивает крестьянский мятеж. Где? На самом юге. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Куча слабых клеймов. Не слишком-то интересно. Смотрим, целую Австрию. Ну, это такое себе. Мне кажется, неинтересно. Можем создать королевство Португалии. Давайте посмотрим, много ли нам нужно еще до империи. Предполагаю, что много. Мы сейчас контролируем 44%. 31 из 71. Здесь мы прихватим еще раз, два, три, четыре. Еще четыре. И вот это вот графство на побережье... Не на побережье, но вы поняли. На окраине здесь у нас... Это будет пять. Но это не перевешивает в нашу сторону. Что у нас после этого есть против французов? У нас же наверняка есть претензии против французов. Да, есть. Надо на такой... Давайте подождем, пока мы пройдем сквозь земли французские. Умер кто? Наш мастер над шпионами. Нам нужно кого-нибудь другого подыскать. Мне кажется, вот этот парень, в принципе, подходит. К тому же он герцог. Он нам довольно важен. Нам нужно заставить его раскрывать заговоры. Кроме того, нам нужно переставить нашего маршала. Давным-давно пора бы переставить его. Давайте подумаем, куда мы его переставим. Здесь максимум 712. Здесь максимум 722. 600. 600. 600. Значит, мы переставим его на анжу. Так, ну что там. Иногда действует нам на нервы. Он, конечно, хорош, хорошо воспитанный мальчик, но иногда действует нам на нервы. Но при этом он никогда не теряет самообладание. Хорошо. Быть терпеливым, это хорошо. Хотя мы не отличаемся ничем таким. Но у нас нет никакого трейда, который заставил бы его злиться. Или представить его... Нет, мы не будем идти в контры против нашего двора. Отлично, отлично. Остается хорошим мальчиком. Так. Это будет длинная война. Долгая война. К счастью для нас, все его армии будут разбиты. Совершенно... Без нашего участия. Я думаю, что мы сначала справимся с мятежниками. Потому что это более насущная проблема. Не хочет он заканчивать заговор свой, ну и черт бы с ним. Так. Мы столько времени провели, изучая книги, которые описывают различные культуры, которые окружают наше королевство. И из этих книг мы узнали о многих деталях. Стали лучше понимать, как обращаться с чужестранцами. Поэтому мы улучшили свой навык дипломатии. Целую единичку получили. Отлично. И у нас родилась дочка, которую мы назвали Маруаной. Мне кажется, отличное имя. Хорошо, что не мальчик. Как хорошо, что это не мальчик. К счастью, наша супруга уже скоро будет слишком стара, чтобы у нас появились наследники. И таким образом у нас останется всего один сын. Так, куда отступает эта армия? А, мы отступаем в одну и ту же сторону. Вот хорошо. Перебили их всех. Автоматически должен нам сдаться. Так, ну как предателя, ты знаешь, что тебя ждет. Продолжаем улучшать отношения с нашими священниками, что хорошо. Тут вот собирается аквитанская армия. Я думаю, что мы подождем, пока они соберутся в достаточно такой общий кулак большой, и мы пойдем их и разобьем. Давайте посмотрим, где они собираются. Я думаю, что где-то вот тут. А может и нет, но в любом случае. Перебить всех. 8 счета на халявку. Он собрал еще больше войска. Молодец, молодец. Собираю войска, собираю. Удачи тебе в этом деле. Он сдался французскому королю, но это его не спасет. Ведь на нашей стороне еще король срединного королевства. Тем временем Уэссокс, похоже, призвал еще и Галисию. И Галисия помогает ему там. Но похоже, что Уэссокс возьмет под контроль Кент. Что отлично. Очень хорошо. Так, расцвет газновидов. Ну, как скажете. Комментировать особенно нечего. Сидим, ждем осады. В Наваре вспыхнул какой-то мятеж. Что за мятеж в Наваре? Он проиграет эту войну, судя по всему. Судя по тому, что уже парень, который вторгается, оккупировал оккупирует земля. Интересно, после того, как он выиграет войну за Навару, сменится ли там закон наследования? Очень хороший вопрос. Неизвестно. Но у мятежников явно больше армия. Намного больше армия. В два раза превосходящая изначальную численность Навара. Так, у нашего сына родилась дочка, то есть наша внучка. Теперь у нас две внучки и один внук. вот хорошо. Тут вот булгарский король нарисовался. Так, ну теперь у нас здесь большой гарнизон. Я думаю, что мы сможем в скором времени пойти на приступ. Господи, как же долго мы штурмуем. Здесь очень крупная крепость. Здесь что у нас? Толары тысячи. Тысяча. Здесь тоже почти полторы тысячи. Очень крупные гарнизоны, надо сказать, в этих провинциях. Но в ближайшее время парень никуда не денется, так что война наша вряд ли кончится. Так, куда-то он решил пойти. Интересно, где он вынырнет. И еще дипломатия. удовлетворили свою амбицию. Возьмем следующую. Улучшить навык интриги. Мне кажется, интрига будет нам более полезна. Ну и закончим, постараемся закончить эту войну уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Пока. Продолжение следует...